Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас приглашу сегодня на очень интересный спектакль. Во-первых, о том месте, где мы оказались. Это музей-усадьба Царицына, музей-заповедник Царицына, про который даже нельзя сказать, что он совсем недавно восстановлен из руин. Он процесс восстановления не прошел, поскольку никогда не был законченным дворцом. Ну, я сейчас боюсь увлечься и рассказать слишком много об истории памятника. А вот нас интересует сегодняшний день. Сегодня это огромный музейный комплекс, музейно-парковый комплекс, в котором, кроме всего прочего, предусмотрено еще несколько концертных и театральных залов. И вот одна замечательная опера, старая опера, которой 250 уже с лишним лет, написанная когда-то Йосефом Хайдном для придворного театра князей Эстерхази, комическая опера-аптекарь, очень незмысловатое содержание, молодые влюбленные, мешающие их любви соперник молодой, и старикан-аптекарь, в доме которого живет очаровательная молодая женщина. Итак, все это разыграно будет силами студентов знаменитой Мерзляковки. Кто знает, в этом переулке московском, в Мерзляковском переулке, расположено академическое музыкальное училище, вернее, сейчас уже академический музыкальный колледж при Московской консерватории. Это одна из главных, торжественно скажем, кузнец музыкальных кадров. Для колледжа это все. Во-первых, это огромная радость, в первую очередь, потому что, конечно, люди вполне могут почувствовать себя профессионалами и показать другим, вот, публике, и вы видите, какая реакция, судя по этой реакции, видно, что все-таки удается многое сделать, и они испытывают радость. И идет вот этот, понимаете, как кто-то правильно сказал, что такое искусство? Искусство — это когда ты смотришься в зеркало и видишь там себя. Вот зрители, слыша эту музыку, видят в ней себя. Студенты, которые выступают, они видят радость зрителей. Это идет очень важный, очень тонкий, и, может быть, нами еще не до конца понятый процесс. Поэтому это, конечно, самое главное. Нам приходилось выступать в разных местах, включая и Санкт-Петербург, Театр Арбитажа. Подобные проекты, я думаю, мы будем продолжать, надеюсь. И нам хочется, конечно, показать это в разных местах, и в городах России, а, может быть, за рубежом, как получится. Но я думаю, что это не должно пропадать. Это должны видеть люди. Им это доставит огромную работу. Играет музыка Играет музыка Принципиально, я думаю, как взрослыми. Потому что если к ним относиться как взрослым, тогда из них получатся, так сказать, настоящие какие-то такие правильные исполнители. А так это будет искать все время. Мы ставили спектакль «Орфей Глюка». Это было 10 лет назад. «Бассейн» Бассейна Моцарта. Сейчас вот «Аптекарь» Гайдена. Это не связано с юбилеем Гайдена никак, так получилось само по себе. Мы хотели найти сочинение, в котором мы бы себя чувствовали максимально уверенно, учитывая наш стаж исполнительский. КОНЕЦ Аптекарь-сеньор Семпронио – опекун юной грилетты. И надо же такому случиться, что старику пришло в голову жениться на своей воспитаннице. Кстати, у нее довольно приличные преданы. Меня зовут Елисея Леонов. Я учусь в Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского в классе преподавателя Воронова Игоря Николаевича. Для меня этот спектакль – это первый сценический театральный опыт, именно театральный, потому что до этого я имел удовольствие петь просто в концертах. Мне выпало счастье играть уже на сцене в роли и актера, и певца, как в настоящем оперном театре. Я узнал, что такое актерская работа, что такое грим, много всяких интересных вещей. Это часто не передать словами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Грилетти Грилетти Педагога Чернобы, Галина Иосифовна, замечательный педагог, певица оперного театра, большого. Я москвичка, переночила с пяти лет. Ну, профессионально, наверное, только сейчас, благодаря педагогам. Мне приходилось выбирать между поклонниками, так что опыт есть. Субтитры создавал DimaTorzok Грилетти Грилетти Мингоне Мингоне Помощник аптекаря. Хорош собой, без памяти влюблен, но опасно медлит и чуть было не лишается своей грилеты. Нетрудно догадаться, кто будет заправлять всем в молодой семье после заключения брачного контракта. Я Иванчей Дмитрий, студент второго курса Московской Государственной консерватории. Это мой первый опыт участия в спектаклях. Я учусь в классе Кудрявцева Бориса Николаевича. В классе я сейчас прохожу Ленского, партию Ленского, Герцога, а не с некоторой арии. Потом Альмавиву пробую. Это было очень интересно и это очень большой опыт. И я очень благодарен и режиссеру, и дирижеру, и всем людям, кто поставил это, кто участвовал в постановке этой оперы. Потому что это действительно очень важно для нас, для молодых исполнителей, для молодых музыкантов. Музыка. 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 Изначально мы хотели провести кастинг, но в связи с тем, что материал достаточно сложный, как бы не казался сейчас с внешней стороны, легкость его, но он очень сложный для исполнения. И, конечно же, мы уже потом с педагогами начали готовить, специально готовить людей, чтобы они выучили определенные арии, определенные речитативы, и чтобы и только тогда мы начинали сценические репетиции. Для меня главное, конечно же, голос. В любом случае, я могу сам пожертвовать любой мизансценой. Но если мне кажется, что эта мизансцена может что-то выразить, то я как бы пожертвую здесь чем-то другим. Но мне показалось, что, в принципе, золотая середина нашлась где-то, и как бы можно было говорить, что здесь удобно, здесь неудобно, чтобы добиться импровизации в музыкальном материале. Это должен быть просто верх совершенства. Солист, исполнитель, актер, верх совершенства. Эти ребята, они хорошие, они молодцы, и они делают, на самом деле, очень многое. И они стараются, и у них это получается. Конечно же, нужно куда-то стремиться. Но для того, чтобы импровизировать на сцене, для этого нужно немножко еще поработать. Чуть-чуть поработать, и тогда это все получится. В Альпино – мужская партия, написанная для женского контральта. Это старый оперный прием. Чего только не придумывает влюбленный юноша, и притворяется мнимым нотариусом, и переодевается в турка. Самой грилете просто прохода не дает. Увы, все напрасно. Я достаточно взрослая, участвую, мне уже 27 лет. Но музыкальное образование не первое мое образование. И я начинала свою карьеру профессиональную как лингвист. Я германист по первому образованию. А потом уже, когда закончила ИНЯС, решила, что вот, наверное, если есть способности, надо их развивать, пока есть возможность. Поскольку возможность была, то я, в общем-то, поступила в училище при консерватории, закончивала, и потом поступила в Гнесинку. Я москвичка, учусь сейчас на втором курсе Гнесинской академии по классу Науменко Александра Анатольевича Тебаса с Большого театра. Счастье, во-первых, петь такую музыку, потому что Гайден – это что-то волшебное совершенно. И вообще все венские классики – это прекрасная совершенно музыка. А во-вторых, мы, конечно, работаем с такими профессионалами, которым, я думаю, мы будем обязаны всем жизнью. Потому что и наш режиссер Игорь Ушаков из режиссерской группы Большого театра, и дирижер Игоря Дронов, они, конечно, профессионалы высочайшего класса. И нам страшно повезло, что они столько уделяют нам времени, потому что мы совершенно незрелые. И они копались с нами, просто вытаскивали. Я уж не знаю, если что было вытащить, то я надеюсь, что это им удалось. Но работа и имя проделаны огромные. И это, конечно, счастье – работать с такими людьми. И мы действительно этому очень рады. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Это прекрасный спектакль. Они очень оживленно играют. Это опера, которая очень малоизвестна даже у нас. И спасибо большое вашему училищу города Москвы, что вы это показываете по поводу 200-летия со дня смерти великого австрийского, европейского композитора Юзефа Гайдена. Я родился в Айзенштадте, так что у меня очень тесны связи с Юзефом Гайден, потому что в церкви, где он похороны, Айзенштадт Уберберг, я был крещен. Так что можно сказать, что он тоже мой любимец среди австрийских композиторов. Все хитроумные придумки Вольпино пошли на пользу вовсе не ему, а влюбленной паре. Старик-опекун скрепил своей подписью «Союз Менгоны и Грилеты». Финальный ансамбль, веселая искрящаяся музыка и восторженные овации. «Союз Менгоны и Грилеты» «Союз Менгоны и Грилеты» Перевернут последний лист партитуры. Закончился спектакль, закончился для молодых влюбленных счастливо. Я думаю, что все мы получили удовольствие от такой прекрасной молодой оперы, разыгранной молодыми артистами. С помощью нашей передачи такое уникальное событие пришло прямо в ваш дом. До новых встреч, дорогие телезрители!